Теория заблуждений Теория заблуждений Теория, которая у нас была уже в прошлом сезоне, говорить мы сегодня будем прежде всего о российском художественном фильме, снятом в прошлом году режиссёром и продюсером, по-моему, продюсером, да, Игорь? Да, он был продюсером, да. Бэйр, понятно, что аудитория знания берёт из кино. Кино о войне бывает, на мой взгляд, интересным и не очень. Но что касается кино, то в последнее время с появлением горячо мною любимого вектора обсуждения исторических событий в интернете, парадигма выглядит следующая. Значит, либо фильм хороший и соблюдено всё, выпушки, погоны, каски, шаровары, ну вот всё, что можно, либо фильм, значит, абсолютно не соответствует никакой исторической действительности, не будем тратить на него вообще время. Середины, конечно, нет. У нас общество, вы знаете, оно обожает как бы полярную такую оценку. Фильм «Брестская крепость». Какой категории можно отнести? Ну, во-первых, фильм совместный, это российский и белорусский фильм. Ну, это проект союзного государства. Проект союзного государства, да. По поводу полярности оценок вы абсолютно правы, да, что самое интересное, что, как правило, намного больше, намного больше резонанс в интернете, в прессе, в любых средствах массовой информации. Сейчас вызывают, конечно, фильмы, которые, скажем так, ну, не выражают видение народа или вот общества о Великой Отечественной войне, да. То есть, ну и здесь вот, если мы говорим о художественных фильмах, то здесь сразу два измерения появляются, да. Во-первых, это художественная ценность самого фильма, да. То есть, если в фильме нету сюжета, если слабая драматургия, да. А бывают фильмы, где нет сюжета? Просто вот интересно. Ну, вы знаете, да, бывают. В мировом кинематографе такое бывает, в особенности, когда речь заходит о войне и о военных действиях. Хоть часто бывает так, что нет никакой сюжетной линии. Просто есть какой-то набор реконструкций событий или сражений, которые между собой как-то особо и не связаны. Да, и в общем-то, человек, если он не интересуется военной историей, он вообще не может понять, о чём речь, да. То есть, вот есть одно сражение, а потом сразу всё перескакивает в другое место и так далее. То есть, здесь первое, это историческая достоверность на уровне материальной культуры того периода, да. То есть, действительно, как вы сказали, это форма, оружие, весь быт, как он был создан, да. Нет, это просто мой любимый аргумент. Второе, это, конечно, художественная ценность фильма, да. То есть, фильм, он, то есть, вот работа режиссёра, работа актёров, заставляет ли они нас погрузиться в этот период, да, сопереживать как-то героям, да. Или же мы просто сторонённо смотрим на это как на что-то абстрактное. И третье, это вот историческая достоверность с точки зрения соответствия историческим фактам. То есть, что мы знаем об этих исторических событиях. Максимализм в оценках, это действительно, наверное, это какая-то черта вот нашей культуры, что вот максимализм, ну да, вот у нас либо всё чёрное, либо белое, да. Вот, Брестская крепость, если вы посмотрите количество отзывов на фильм, оно будет, наверное, меньше, чем отзывы на другие фильмы, которые вызвали возмущение. Но это, очевидно, связано именно с тем, что отрицательные эмоции, они всегда сильнее положительных. То есть, если человек, вот, он посмотрел, он кипит возмущением, то он, скорее всего, выплеснет это вот в своём блоге, на форуме, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. А если человеку фильм понравился, он скажет, фильм понравился, точка. Или вообще ничего не будет писать. Я просто посмотрел, что в последнее время вот у нас произошла некая подмена понятий. Мы, говоря там о военных фильмах, их снято, ну, в Советском Союзе просто великое множество, но и за последние 20 лет в России тоже, ну, едва ли год проходит, когда нету фильма о войне. Но мы ведь обсуждаем, говоря о художественных фильмах, мы уже стали обсуждать не сам кинематограф, да, не само кино, как явление. Мы обсуждаем исключительно с точки зрения истории. Поэтому у нас что получается? Вот берём «Каноника», да, такая абсолютная, фильм, который помянул, ну, каждый второй мой гость, как минимум. Это фильм «Штрафбат». А все сказали, значит, блистательно сыграли актёры с исторической точки зрения, значит, полная чепуха. Есть там фильм «Сволочи», где и актёры не очень сыграли, и с исторической точки зрения чепуха. Фильмы эти обсуждались. С Брестской крепостью, на мой взгляд, обсуждение не очень получилось. Все сказали, ну, это, наверное, я, кстати, в том числе был, да, все сказали, ну, наверное, зам за последние 20 лет. Одна из сильнейших работ по Второй мировой войне. А на этом-то обсуждение закончилось. Да, потому что, ну, в общем-то, потому что вообще интернет, он, скажем так, это не трибуна для восхваления, да, это наоборот, трибуна для того, чтобы критиковать. Вот вы обратите внимание, что люди вообще всю свою отрицательную энергию, которая у них накапливается, они, как правило, выплёскивают в блогах там и так далее. То есть, если вы, там, не знаю, напишете какой-то комментарий такой просто, вот что, вот я пишу книгу, да. Это никому не будет интересно, я боюсь. Да, то есть, там, действительно, там, может быть, там двое близких друзей напишут, ну, ты молодец, давай удачи. Вот, а если там я написал плохую книгу, то там будет 200 отзывов, что ты написал полную чушь вообще, и работа сделана плохо. Вот, то есть, наверное, именно поэтому, что сказать нечего, да, похвалить вроде как-то, ну, не принято, ну, не то, что не принято, даже не хочется тратить силу на это, да, а критиковать там какие-то соответствия и несоответствия, да, это уже дело не очень благодарное, потому что, действительно, оборона Брестской крепости такой символ 41-го года и такой символ героизма советского народа перед лицом нацистской агрессии, что если кто-то там начнёт говорить, что вот вы знаете, вот этот эпизод придуман, то сразу начнётся страшная драка в интернете, да, и обсуждение, что ты не патриот, ты не уважаешь память наших предков и что это вообще такое, да. То есть, действительно, это художественный фильм, это не документальный фильм об обороне Брестской крепости. Да, там есть эпизоды, которые вымышлены, да, там есть романтизация. Но мы о них будем еще говорить сегодня о том, что вымышлены. Но при этом, на самом деле, очень большое количество эпизодов, которые находят подтверждение и с советской точки зрения, и с немецкой точки зрения. Здесь мы подходим к еще одному интересному моменту, да, это именно болезненная реакция большинства аудитории, большинства населения нашей страны на негативное изображение Великой Отечественной войны, да. То есть, за этим сразу люди начинают искать какое-то политическое послание, какой-то политический контекст, очередная попытка демонтажа советского прошлого и действительно гордости за победу наших прадедов и дедов Великой Отечественной войне. Знаете, Барир, а я вот тут с вами не соглашусь. Не соглашусь вот почему. Ну вот, не так давно, да, были сняты фильмы, например, «Диверсант» и «Диверсант» и «Конец войны», которых историческая правда, безусловно, есть. Она заключается в том, что была война и воевали мы против немцев. Но при этом оба этих сериала были абсолютными лидерами рейтинга. Да, аудитория их смотрела каждый вечер. При этом процент людей возмущённых, он, да, простите меня, не превышал число посетителей любого военно-исторического форума. Это что означает? Ну, вы знаете, просто сам сериал «Диверсант» я не смотрел, потому что это, к сожалению, цивилизионные сериалы, они все проходят мимо меня. То есть, я не живу в России, и поэтому телесериалы, ну, «Штрафбат», конечно, пришлось посмотреть, потому что, опять же, вот как вы упомянули, это же, ну, он вызвал огромное возмущение в интернете, да? Вот по поводу «Диверсанта», к сожалению, просто вот не могу комментировать, потому что я его не смотрел. Да нет, я там могу, конечно, не ограничивать разговор там только «Диверсантом», потому что я таких сериалов сейчас десяток назову, просто не сходя с места. Ну, просто понимаете, мне кажется, что это просто уже Великая Отечественная война для тех, кто эти сериалы снимает, она уже перестаёт быть чем-то святым, да? В памяти о подвиге предков, о жертвах, которые понесла вся страна, о том огромном напряжении, в котором страна жила 4 года войны. Великая Отечественная война уже становится просто какой-то декорацией, да? Это просто вот снимается тот же самый сериал там о любви, просто в декорациях Великой Отечественной войны, да? То есть уже и, соответственно, историческая достоверность, костюмы, всё это уже отходит на задний план, да? То есть режиссёр хочет рассказывать какую-то историю, он её рассказывает и просто насильно её впихивает в интерьеры, скажем так, в сцену Великой Отечественной войны, уже не заботиться о том, что люди тогда так не говорили, отношения между людьми были другие, да? То есть мне кажется, здесь вот это вот именно присутствует. То есть это то, что вот я, мне кажется, заметил вот в последних наших фильмах о войне. А я бы и здесь поспорил. Значит, с одной стороны, да вот с одной стороны, ситуация выглядит следующим образом. А ровно то же самое мы проходили с горячём, но и любимой исторической эпохой, называемой Гражданская война в России. Ведь если мы посмотрим фильмы о Гражданской войне, они, простите, тоже очень мало соответствуют тем реальным событиям, и это ровно всё тот же лубок, да? Называя вещи просто совсем по-простому. А с другой стороны, ну ведь это же кино, это же искусство, это же художественный жанр. И любой режиссёр вам скажет, а я так вижу. И всё было бы хорошо и просто до момента, пока не вышел последний фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Цитадель», где Никита Сергеевич допустил, на мой взгляд, страшную ошибку. Он опирался при постановке некоторых ключевых сцен фильма на книгу историка Бориса Соколова. Вот не будь этого, мне кажется, что и не было бы вот такой масштабной полемики, да, там, как уже кто-то сказал, это было надругательство над Великой войной. Да нет, ну это художественный взгляд человека. Но он сделал ошибку, он сослался на Соколова. А здесь возникает другой вопрос, который гораздо более важен. Почему Михалков сослался на Соколова? Потому что он полудовит и много пишет. А теперь главный вопрос, а что делают историки? Профессиональные историки, честно говоря, я не могу с каждой сделать. То, что касается точки зрения на то, что последний фильм, трилогии «Утомленные солнцем» действительно выглядит как надругательство, я с этим соглашусь. Но это, опять же, со мной не нужно соглашаться, это моя личная точка зрения. То есть, ну так нельзя вообще. То есть, действительно, я так вижу, понятно, что это есть у всех. Это есть у всех, это касается любой эпохи, как вы сказали, гражданская война – да. Там Первая мировая война – да. Первая мировая вообще почти не снимали. Отечественная война, 1812 года – да. Но просто Великая Отечественная война все-таки настолько еще близко, то есть, еще столько ветеранов живы, да, столько тружеников тыла, блокадников, участников обороны Москвы. И это действительно настолько эпохальное событие, что вот так вот вольно обходиться с ним, тем более, что действительно там искажено, ну, буквально все, от отношений людей, заканчивая историческими фактами, да. Мне кажется, просто так нельзя делать. Это просто бестактно по отношению к тем людям, которые еще живы. Ну, в этом случае фильм «Брестская крепость», да, он сделан в высшей степени тактичный. Я не думаю, что он кого-то все-таки чем-то оскорбил. Ну, за исключением там отдельно каких-то, может быть, шероховаться. С каким классическим фильмом о Второй мировой войне можно было бы сравнить фильм Угольникова? Если, конечно, это позволительно так, да, спустя годы сравнивать. Если мы говорим о советском кинематографе, то… Да, безусловно, о советском. Вы знаете, на самом деле сказать сложно, но… Я просто не хочу никого обижать, опять же, это моя точка зрения, но я бы все-таки поставил его, наверное, в какой-то степени в один ряд с фильмом «Мазор и здесь тихие». А почему именно с ним? По степени жертвенности подвига? Жертвенность, подвиг, сама история, вот. Ну, это, опять же, моя точка зрения. Мне сейчас сложно это объяснить, но вот мне кажется, что это вот… Понимаете, все-таки, ну, его невозможно сравнивать, например, с таким фильмом, как «Они сражались за Родину». Потому что он настолько эпохальный, там настолько масштабные съемки, но там это же просто… Но при этом, при съемках «Они сражались за Родину», там же были задействованы такие ресурсы, которые сейчас, в общем-то, Голливуду, в общем-то, особо и не приснятся, да. То есть, когда был сформирован полк специальный, как раз вот в Ростове-на-Дону, из срочников советской армии, и ходили в форму, у них были лошади, полевые кухни, артиллерия периода Великой Отечественной войны. То есть, там, ну, собственно, как и вытрело, да, то, что снимал Бондарчук, там ресурсы такие, что, ну, сейчас… Ну, сейчас все проще нарисовать на компьютере, да. Вот, поэтому все-таки по масштабности, мне кажется, все-таки невозможно сравнить, потому что это действительно разные масштабы фильмы, но я действительно соглашусь, что за последние 20 лет это достойный фильм, наверное, самый достойный, который вообще был снят. Не может получиться, как всегда, я сейчас даже объясню вам, в каком плане. Вот появляется фильм «Звезда», и аудитория говорит, боже мой, ну, наконец-то сняли, значит, самый лучший российский фильм о Великой Отечественной войне. Проходит там пара лет, кто сейчас вспомнит «Звезду»? Ровно такая же история, да, в августе 44-го года. То есть фильм вышел, все сказали, боже мой, ну, значит, там, ну, нельзя сыграть лучше, всё, это классика на все времена, это теперь однозначно лучший фильм. Рядом, если что-то можно поставить, то, наверное, либо в бой идут одни старики, либо отыбат шли солдаты. Прошло пара лет, ну, покажут там раз в году этот фильм, значит, в августе 44-го. Аудитория-то про него уже и, простите, знать не знает. В прошлом году, да, была масштабная очень раскрутка фильма «Брестская крепость». Трейлер смотрели, ну, вот, не побоюсь этого слова, затаив дыхание. То есть ещё только трейлер выпустили, все сказали, ну, всё, всё мы добились главного, снят, наконец, лучший фильм о войне. Прошёл год, фильм помнят? Ну, на самом деле, во-первых, рекламная кампания была не столь масштабная, как могла бы быть, по крайней мере, на северо-западе, в Питере. Я служу по Москве просто. Понятно, да. Но мне кажется, что, ну, во-первых, мир изменился, да, Советский Союз – это было одно государство, сейчас Россия – это другое государство, да. То есть, тогда, когда люди ходили, когда, ну, наверное, помнится, сколько стоил билет на сеанс в советское время, да, то есть, и люди могли себе позволить там один, два, три, четыре раза сходить посмотреть вот фильм, который понравился. И, конечно, эти фильмы уже стали классикой, да, несмотря на все их огрехи, несмотря на то, что там техника не та, там и погоны не те, и то, и то, и то, и всё равно это не замечается, потому что есть история, есть вот сюжет, есть драматургия, есть замечательная игра актёров, вот вы упомянули, в Буае идут одни старики, но сейчас вот показали раскрашенную версию, но неважно, он раскрашенный или не раскрашенный, он действительно смотрится просто замечательно, несмотря на то, что уже прошло там, действительно, уже больше, когда он снят, там, 40 лет, всё равно он вышибает слезу, да, действительно сопереживаешь героям, вот. Просто, ну, мы выросли на этом, да, и сложно сказать, что будет фильм «Брестская крепость», «Звезда» в августе 44-го, вырастет ли на них следующее поколение, да, станут ли они такими же, вот. Но, честно скажу, что, ну, вот, я лично «Брестскую крепость» пересматривал несколько раз, тем более, что она выложена на Ютубе, это действительно позиция, мне кажется, производственной группы и продюсер, что, пожалуйста, смотрите, забирайте, только смотрите. На Ютубе выложена версия с английскими титрами, сейчас вот я всю эту ссылку тоже распространил по западным любителям военной истории, тем, кто интересуется Восточным фронтом. Вот, там тоже люди очень, очень по-доброму отзывались, и когда вот сюда приезжали, когда они сюда приезжают, они говорят, а где купить версию на DVD с английскими титрами? Потому что, к сожалению, у нас в основном продаётся версия без титров вообще. Ну, логично. Зачем людям, знающим русский язык, титр? Ну, в плане изучения английского языка. Опять же, мало ли люди приехали для того, чтобы действительно купить этот фильм? Вот, то есть, ну, это просто тенденция вообще в мировом кинематографе, что понятно, что там его не купят, там тысячи и десятки тысяч на Западе, но те, кто заинтересован, для них есть возможность познакомиться с этим фильмом. Но прежде чем мы непосредственно начнём уже обсуждать сам фильм от ошибок, как говорил герой фильма «Семнадцать мгновений весны» не застрахован никто, поэтому он будет честно с нашей стороны в том числе обсудить грехи съёмочной группы. Я хотел бы ещё вот какой момент затронуть. Это ведь не первая экранизация событий на западной границе 22 июня 1941 года. Долгие годы считалось, что ну вот, бессмертный гарнизон это та священная корова, которую лучше не трогать, потому что невозможно снять лучше. И среди моих знакомых, это люди, которым уже за 30 лет, даже бытовала точка зрения, что может быть не надо смотреть «Брестскую крепость», потому что есть восприятие, да, «Бессмертный гарнизон». Фильм, который, ну, всем знаком абсолютно с детства. Вот они пересилили себя, посмотрели. И всё равно они сравнивают две эти картины. Это всегда будет? Ну, конь, это будет всегда. Какая из них выигрышнее? Сложно сказать. Мне кажется, вот тот фильм «Брестская крепость», который вышел в прошлом году, он, конечно, более ориентирован на современные аудитории, да, то есть он сделан по всем канонам жанра, там, современными техническими средствами, которые есть, которых тогда, вот, когда снимали «Брестский гарнизон», «Бессмертный гарнизон», извините, люди не могли даже мечтать, да. То есть, но это не ремейк, конечно, да, то есть здесь другая сюжетная линия совсем. Но, опять же, знаете, сложно сказать, да, точно так же, как сравнивают старую «Звезду», фильм «Звезда» 48-го года и фильм «2005-го года». Сложно сказать. Но искусство все равно в той или иной степени сравнивают. Поэтому от этого вопроса-то все равно никуда не уйти. Потому что вы его кому-то не задаете, там, кинокритику, историку, просто любителю кино, все равно рано или поздно, но вот этот вектор сравнения, он будет в разговоре. Ведь это же не только с кино, да? Да. Вот о «Брестской крепости» много и охотно пишут. Вот сейчас можно зайти в магазин, да, там будет книга Ростислава Алиева, «Брестская крепость», книга Владимира Бешанова, тоже там что-то с «Брестом» связано. Это репринт Смирнова. Опять же, да. И все равно люди будут сравнивать, да, как этот написал, как этот, что больше в фильме, откуда взято. Да. А на самом деле, вот к какому автору будет ближе фильм «Брестская крепость»? «Брестская крепость», конечно, она больше основывается на Смирнове, на работах Смирнова. Вот. Но здесь, понимаете, мы здесь подходим вообще к такому достаточно глобальному вопросу, который касается нашей истории и видения нашей истории, того, который у нас есть сейчас. И это очень хорошо видно на примере фильма «Брестская крепость». Да, казалось бы, что это художественное произведение, но тем не менее, это видно, что за основу берется в основном версия Смирнова. Действительно, это 60-е годы. Да. 56-й, по-моему. 56-й, это первый, да. И потом, соответственно, в 60-е годы он собирал все эти свидетельства. И после этого, в общем-то, вот следующий пласт исследований, то есть 60-е годы, это же вообще гигантский всплеск изучения Великой Отечественной войны в Советском Союзе. Действительно, защищаются диссертации, пишутся книги. Диссертации и военные, и гражданские. Да. Но после этого, фактически, вот после 60-х, все это, скажем так, бронзовеет, передается уже в политическое управление, да, уже. И, соответственно, на основе этого журналисты, сотрудники аппарата партии, все это своим образом перерабатывают в художественную литературу, да. Но, скажем так, вот именно такое вот масштабное изучение Великой Отечественной войны на этом фактически заканчивается, да. Формируется официальная советская историография о Великой Отечественной войне. И вот это вот видение, которое вот из 60-х годов, оно сейчас является, ну, вот то, что вы уже говорили, да, что любую тему можно поднять и поговорить о ней снова. Оно, видение, оно, понятно, что оно уже устарело, да, в силу многих причин. И в силу того, что не были доступны немецкие архивы, в силу того, что, скажем так, был идеологический пресс, был, ну, было много ограничений у исследователей того времени, то есть, ну, понимаете, были же живы все генералы еще, ну, фактически все генералы, которые занимали командные посты во время Великой Отечественной войны. И обидеть их, своих исследований, было, ну, просто, с точки зрения карьеры, было... Небезопасно. Небезопасно, и недлинновидно, и не нужно. Вот. И вот именно сейчас, когда появились немецкие источники, когда появилась возможность изучать немецкие источники, соответственно, появляется возможность скорректировать эту точку зрения. Опять же, не из серии, что нам все врали, а из серии, что вот... От нас скрывали главное. Да, скрывали главное. Да, вот. Ну, просто понимаете, что Смирнов, но он не мог в Германии работать в архивах, он не мог фактически посмотреть документы 45-й пехотной дивизии, которая штурмовала Брестскую крепость, да. Соответственно, все, что он записал, он записал со слов выживших, да. И сейчас просто выясняется, что многие вещи, которые он указывает, они не подтверждаются, да. В эфире программа «Теория заблуждений» в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня российский историк Баир Иренчеев. Беседуем мы про художественный фильм «Брестская крепость». Баир, ну, прелюдия, как говорят, в театре отыграла, пора переходить в главную. Прошу прощения. Понятно, что снять идеальный фильм о войне нельзя. Да. «Брестская крепость». Каков процент содержащихся в картине исторических ошибок серьезных, да, и не точно? Я подчеркиваю серьезно, потому что если мы сейчас будем разбирать, каким швом пришит шеврон, какого цвета там пуговица, какого оттенка кожи на ремне, это я больше мултоним в этих деталях и вообще никогда больше не выплывем. Ну, во-первых, я должен сказать, что, конечно, вот по униформе, по крайней мере, по униформе Красной Армии, которой я когда-то занимался, то есть я не являюсь экспертом, но, тем не менее, вот на мой взгляд, там сделано все близко к идеальному. Очень хорошо, то есть именно и военные консультанты, и реконструкторы, те, кто работали на фильме, каждый делали высочайшую работу. То, что касается неточности и ошибок, там скорее даже не неточности и ошибки, а условности, да. То есть, например, вот эпизод в самом начале фильма, где грузовик вот с этим мальчиком, он въезжает в крепость через вот эти вот красивые ворота, холмские ворота, но проблема в том, что грузовик, он не мог въехать в эти ворота. Почему? А потому что эти ворота, они обращены на польскую границу, вот, и эти же ворота немцы штурмовали, да, вот, но опять же, эта условность, потому что вот холмские ворота, это такой символ Брестской крепости, что никак по-другому показать зрителю на экране, что этот мальчик, он приехал именно в Брестскую крепость, не получается. А он что, а другие ворота никак не подходили? Ну, они просто не сохранились. То есть, там... Реконструировать, что неужели сложно? Ну, вот, понимаете, это опять же, это законы уже жанра, да, законные кинематографы, что если бы он въехал в любые другие ворота, скорее всего, люди бы не поняли, что он приехал в Брестскую крепость. А Холмск это просто символ, который очевиден всем? это символ, который очевиден всем, он же вот на всех открытках, на всех фотографиях, потому что действительно, Холмские ворота оборонились очень долго, и действительно, там, вот, когда посещаешь Брестскую крепость, там видно, что действительно, из амбразур крепости около Холмских ворот люди отстреливались, и видно, что по этим абразурам немцы били прямой наводкой из пушек 37 мм, да, то есть, это видно, что действительно, там был бой. И это огромный символ. То есть не показать его в начале фильма, это значит действительно не показать людям, что это Брестская крепость. То есть вот и таких условностей достаточно много, на самом деле, в фильме. Но это уже именно законы жанра. Ну хорошо. А вот фраза одного из красных командиров о том, что немцы союзники. Это, простите, что? Это условность? Это, ну очевидно, это именно видение, скажем так, это видение режиссера и продюсера. То есть вот господин Угольников, он все-таки тяготеет иногда в своих интервью к точке зрения Резуна, что Советский Союз готов... Резун это Виктор Суворн, многие не знают настоящую фамилию. Да, что Советский Союз готовил к тому, что это его личная точка зрения. И вот в таких фильмах действительно, мне кажется, я так вижу, оно не должно идти в разрез с основной конвой исторических событий. То есть там можно изобразить какую угодно любовную линию в обороне Брестской крепости, но нельзя там показать, что Брестская крепость пала в первые пять минут. Да, то есть, ну вот есть какие-то правила приличия, мне кажется, именно, которые все-таки лучше соблюдать. Вот вы говорите о правилах приличия. Игорь Угольников был у меня, я вам уже говорил об этом до эфира, вот мы так же сидели. Естественно, я ему задал этот вопрос. Скажите, а вот зачем это? Вы понимаете, что вот одной этой фразы, в принципе, определенной группе людей будет более чем достаточно, чтобы пригвозить вас к позорному столбу уже до конца дней. А что Угольников посмеялся и сказал, простите, но парад-то в Брест-Литовске был? Был. Кто его проводил? Его проводил, значит, войска Кривошеева и войска Гудерианы. Кем они были, если они проводят совместный парад? С союзниками, сказал мне Угольников. Вы понимаете, союзники, это все-таки союзный договор, да? Это, то есть, возвращаясь к любимой теме Финляндии, Финны же на протяжении 70 лет, они продвигают свою теорию, что Финляндия не являлась союзником Германии. Почему? То есть, у них была сепаратная война, у нас отдельная война, у немцев отдельная война, да? Несмотря на то, что действия финских войск вписаны в план Барбаросса, есть серьезная военная помощь от немцев, есть экономическая помощь, есть совместные действия вообще немецких и финских войск на севере против, вот как раз в район Алла-Курти, район Салла, это вот Кандалакша, Кестинга, это вот как раз наша северная Карелия, да? И при этом мы не союзники. Почему? Потому что союзного договора нет. Там пакта и нападение, это нет, это мы не союзники, да? Да, при том, что действительно вот в сорок, дай бог памяти, в сорок четвертом году все-таки президент Финляндии, он был вынужден дать письменные гарантии, что Финляндия не выйдет из войны, вот, и будет союзниками Германии до конца. То есть, он признал, вот, но тем не менее, извини, 70 лет финны упорно говорят, мы не союзники. Значит, проведение совместного парада, наличие пакта о ненападении, это еще не делает две страны союзниками, да? Союзники, это если вот, извините, Германия и Советский Союз совместно планируют какие-то боевые операции против французов, например, во Франции, да? То есть, тут просто, мне кажется, именно идет такая подмена понятий и очень вольная трактовка понятия союзники. То есть, есть, вот, посмотрите, на американцев, англичан, канадцев, австралийцев, французов, поляков в Европе в 1944 году. Вот у них есть объединенное командование, да, вот они все вместе воюют против немцев, да, вот они союзники, да, они взаимодействуют на уровне планирования боевых операций, на уровне проведения боевых операций. Совместный парад, но этого как-то так недостаточно для того, чтобы говорить о союзничестве. Бог с ним, с этим союзничеством, потому что, конечно, положа руку на сердце, ну, обратили внимание-то на это, по большому счету, только люди, изучающие, либо интересующиеся историей или отдельными аспектами Второй мировой войны. Ну, и же люди, которые болезненно реагируют на любой выпад вот такой вот, который поддерживал бы теорию резонанса. Вы знаете, Баир, я считаю, что вообще болезненность это вредно, в любом ее проявлении, тем более в таком вот ходить и выискивать, к чему бы привязаться. Но я могу даже понять, это союзники, да, это красиво бы звучало и дополняло некую такую вот пафосную картину произошедшего. Ну, это, да, это, возможно, именно для сцены нужно, именно для самого диалога, да, что лейтенант НКВД вызывает командира полка майора Гаврилова и выдвигает ему серьезные обвинения. Что, иначе, в общем-то, получается, что... Ну, сцены потеряются просто. Да, сцены теряются, что майора Гаврилова не в чем обвинять. Ну, мы находимся на границе, да, напротив находится самая могущественная армия Европы, по большому счету, на тот момент, да, Германия. И если, то есть, если нет вот этого союзничества, то, ну, в чем его обвинять? Что он опасается за то, что может случиться, если начнутся боевые действия, так, в общем-то, это обязанность любого командира. Действительно, думать, что если, да, и каким-то образом готовиться. Вот майор Гаврилов, которого вы уже помянули, а зачем было придумывать-то, что его репрессировали? Ну, вот, казалось бы, да, ну, что у нас, мало было репрессированных военных, да, что у нас было мало, вот, действительно, трагичных случаев, да, там, вот, ну, каноника-то, это вообще Дмитрий Григорьевич Павлов. Зачем было говорить про Гаврилова-то, вот это? Ну, сейчас в эпоху, там, интернета, зашел, набрал в любой поисковой серьезной системе, он тебе, вот, пожалуйста, вся биография Гаврилова. Ну, может быть, опять же, это, ну, во-первых, там, понимаете, там формулировка, как это говорится за кадром в конце фильма, она очень и очень обтекаемая. Гаврилов был исключен из партии, то есть, это уже тоже определенная репрессия, да, но очень мягкая форма ее. То, что он провел в лагере время, да, но он был комендантом лагеря для японских военнопленных, да, то есть, ну, да, он провел, он был в лагере, да, но по другую сторону колючей проволоки, да, и он был не в бараках, а он был комендантом, да. То есть, мне кажется, что это действительно какой-то, может быть, опять же, реверанс в сторону, может быть, какой-то части российской аудитории, которая, вот, если в фильме не будет сказано слово про ужасный кровавый режим Сталина и ужасное НКВД, то, опять же, скажу, что вы обеляете этот период, да, вы сталинист. Может быть, ну, вот опять же, надо, наверное, с господином Угольником еще раз встретиться и спросить, что вы имели в виду, когда вот диктор за кадром это говорит? Просто вот я на самом деле не очень это понял. Я тоже не очень понял. Я тоже не очень понял. Из-за этого показан момент с комиссаром Фоминым, который сам по себе уже настолько трагичен, и тоже ведь в фильме, простите, рассказали не всю правду. Фомина ведь выдали, насколько я понимаю. Да, и в общем, выдали свои же. Выдали свои, да. Ну, это, ну, ладно, ну, просто понимаете, тоже вот расстрелом Холдских ворот, скажем так, его увели на расстрел, где его расстрелали, никто не видел. То есть, вот это тоже, то есть, никто не знает, действительно, версия Смирнова, что его расстреляли прямо у Холдских ворот, она имеет право на существование, да. Но это только одна из версий. А это настолько принципиально, где именно расстреляли комиссаров имена? Вот вы мне просто объясните, Бояр, вот вы как историк, да, я вот человек, скажем, неравнодушный к истории. Вот скажите, что принципиальный момент, где именно его расстреляли? Для меня, ну, для истории, наверное, не принципиально. Понятно, что полковой комиссар, еврей, оказавший упорнейшее сопротивление и руководивший обороной Брестской крепости, его не могли немцы поместить в лагерь для офицеров и слать ему посылки родные не могли через Красный Крест. Ясно, что его убили. Его расстреляли, опять же, как и евреи, и комиссара, и руководители обороны, да. Где его расстреляли? Это, наверное, важно именно для людей, которые хотели бы почтить память этого человека. И вот действительно на Холдских воротах сейчас висит табличка, да, что вот здесь был расстрелян полковой комиссар Фомин. И люди туда приходят, и, опять же, Холдский ворот – это гигантский символ, в том числе и из-за этого, да. Это такой символ, который вот, ну, его нельзя стереть и сказать, а, всё было не так. То есть, и это действительно здесь не суть важна, да, где его расстреляли, но какое-то место, да, куда люди могут прийти, положить цветы и вспомнить человека, который руководил обороной цитадели, да, для людей, наверное, это важно, для памяти это важно. – Баир, вы меня, конечно, простите, может быть, я сейчас скажу очень кощунственные слова, но вы знаете, непринципиально Холдский ворот или где-либо ещё, потому что Брестская крепость, она сама по себе символ, там на любом пятачке, около любого кирпича можно повесить табличку, потому что всё это, это одно большое определение, вот именно бессмертный гарнизон, и неважно, на Холмских воротах кого-то расстреляли или где-то в казематах, это непринципиальный момент. Но вот, коли мы уже говорим об вот этих вот принципах, я вспоминаю вот уже упомянутого вами офицера НКВД, который как раз вот значит… – Вайнштейн. – Да, да, и сказал он майору Гаврилу про солистику. – Вот у нас… – 133-й батальон, да, который там располагался, он был чуть-чуть в сторону от Холмских ворот, никто не знает, что с ним случилось. Выживших нет, да, вот и всё. То есть, действительно, понимаете, получается такая история, что это вообще касается всего 41-го года и всего сражения в 41-м году, это то, что настоящие герои там и остались. То есть, они уже ничего не могут рассказать. И лишь о немногих вот мы можем узнать именно вот в немецких документах. Что там какой-то танк отстреливался до последнего там, или ещё там кто-то там отбивался до последнего, потом подорвал себя гранатой. Ну, и, то есть, вот то, что… То есть, вот, кстати, вот у Росслава Алиева в книге у него именно критика Смирнова именно с этой точки зрения, да, что вот есть какой-то эпизод, да. Немецкими источниками не подтверждается. Этот эпизод немецкими источниками подтверждается. Этот эпизод никто ничего не знает. Например, пятый форт, который находится где-то в 3-х километрах от цитадели, да. Это гигантское сооружение постройки, ещё царской постройки. Форт потрясающий своими масштабами. Там, на 22-го июня, там располагался один батальон, как раз вот с полка майора Гаврилова. То есть, часть была восточном базивоне, восточном укреплении, а часть была в этом форту. Что с ними стало? Никто ничего не знает. Только один выживший, с нашей стороны, из этого батальона. Но при этом его версия, его рассказ, он не стыкуется с многими фактами, которые известны. Вот этот офицер НКВД. Образ по фильму «Брестская крепость» бессловно запоминающийся. А человек не где-то там в заградотряде из пулемёта своих же расстреливает, не где-то там в тылу на продуктовой базе подъедается, а ведёт бой до последнего. Уже ведь не столь важно, существовал вот этот человек в действительности или нет. Показан образ, показан символ. Вот скажите мне, а почему именно этот образ? Ведь в фильме показано достаточно много сильных людей. Я вот не очень люблю вот это определение «сильные духом люди», но в данном случае оно уместно. Показаны сильные люди. Чего именно образ вот этого офицера в красно-синей фуражке вызвал такую критику со всех сторон? Одни, значит, говорят, что нет там какие-то НКВДшники. Это как канонический пример. Я всё время же опять здесь провожу. Господин Подробинник, не ваша война, где ваша война? Вы вертухай на вышке. Это с одной стороны. А с другой стороны говорят, хорошо, а ну что, ну вот войска НКВД. Шем они там занимались-то? Никто ведь не знает о том, что войска, вернее, никто не знает, да, а большая часть народу не имеет представления о том, чем занимались на фронте войска НКВД. И что действительно они прошли серьёзный боевой путь. Образ остался в памяти у людей. В том числе, кстати, Воспет, вот мы в первой части говорили, да, фильм «Штрафбат» или там «Вторые» или там «Заблудшие овцы». Образ остался и критикуют ведь. Брестская крепость не стыкуется с этим. Ну, понимаете, мне кажется, именно, что из этих четырёх букв, из этого сокращения НКВД сделали какое-то пугало. Это просто какой-то сосуд зла, да, какой-то сосуд, наполненный мерзостями. Вот, то есть, действительно, этот фильм, он, скажем так, прервал череду фильмов, где любой сотрудник внутренних органов, то есть НКВД, извините, это Народный комиссариат внутренних дел, это аналог МВД нынешнего, да, то есть, ну, с другими немного, то есть, там, ну, может быть, он был немного другой, да, я сейчас объясню, почему. Но, действительно, этот фильм, вот, есть нормальный, нормальный оперуполномочник, да, который там служит. Действительно, он, его задача, это контрразведка, там, отслеживание настроения в гарнизоне и так далее. Вот, но, понимаете, вот, извините, Кижеватов, он же тоже относится к НКВД, да, то есть, пограничные войска, они тоже в ведении НКВД? Пожарная охрана, это тоже в ведении НКВД? Пожарная охрана, служба внешней разведки, все это тогда относилось к НКВД. Понимаете, то есть, опять же, вот эти все какие-то непонятные, вот это вот, фактически какая-то у людей резко отрицательная реакция вот на это сокращение НКВД, она вот как раз касается, наверное, как раз особых отделов, СМЕРШа и так далее, да. И, действительно, вот, наверное, фильм запоминает тем, что, о, наконец, хороший НКВДшник. Впервые, да, вообще фактически показан сотрудник, ну, не особого отдела, да. Ну, впервые за последние 20 лет, давайте, давайте уточним. Ну, да, конечно. Вот, но, опять же, в работе с ветеранами, я просто еще раз возвращаюсь к этой теме, в работе с ветеранами, когда я брал интервью, вот, в серии интервью по проекту «Я помню», Артем Дратович, я всегда задавал вопрос, вот, какие у вас были отношения с особистами? Вот, то есть, действительно ли они были такими гадами, да, которые только искали, кого бы расстрелять? И находились, что характерно. Да. Или же, действительно, были нормальные люди? Вот. И разные, они говорили, все зависело от человека, да, если человек был карьерист, если человек действительно был, ну, не имел высоких моральных принципов, и если ему нужно было кого-то расстрелять для галочки, да, он расстреливал, да, то есть, и отчитывался, что я нашел шпиона. Если это был нормальный человек, то он был нормальный человек, и все о нем отзывались хорошо, да. То есть, опять же, это, действительно, они, сотрудники особых отделов, они отдельно, да, они относятся к НКВД, они не относятся к Наркомату обороны, у них есть власть. То есть, опять же, власть, она по-разному действует на разных людей, да, то есть, кто-то справляется с этим искушением, да, кто-то начинает из этого искать свою личную выгоду. Баир, мы с вами в первой части затронули о том, что Брестская крепость, это, в общем, достаточно масштабный проект, действительно, хорошо сделанный, там, с точки зрения батальних цен. Вы знаете, я вот разговаривал со многими людьми, которые этот фильм смотрели, они запомнили не батальные сцены. Две сцены абсолютно у всех остались в памяти. Это как боец отдает воду собаке, да, потому что на это действительно невозможно смотреть, и сцена с умирающей лошадью. Да. Вот страшная трагедия, да, невиданный в мировой истории по силе и внезапности удар. Гибнут люди. Само по себе трагедия, люди гибнут и не понимают, что происходит. Да. Зачем было создателям фильма еще больше усиливать вот тот ужас первых часов, первых дней Брестской крепости? Потому что, ну вот, сцена с собакой, на мой взгляд, это запредельно все-таки. Да. Ну, просто понимаете, скажем так, что все-таки животные – это наши братья меньше, да, то есть, и мы в ответ за те, кого мы приручили. И в христианской традиции эта тварь бессловесная, да, то есть, она ничего сказать не может. И когда люди страдают на войне, это ужасно, да, но люди, они воюют, они являются, они действуют, да, они что-то делают, они могут себя защищать, они обороняют свою страну, или же они эту страну завоевывают, да, оккупируют. Вот, кстати, очень интересно, тоже вот эпизод, я возвращаю к 41-му году, когда эвакуировались советские гарнизоны с северного берега Ладожского озера, когда эвакуировались Ханку, то, когда стало понятно, что лошадей будет невозможно эвакуировать, то лошадей начали расстреливать. То есть, просто ходили там, вот, то есть, вот ветеран один вспоминал, что он видел, как на берегу с пистолетом ходил в руках старшина и просто пистолет сувал в ухо лошади и стрелял, да. И он сказал, что на меня это тоже произвело ужасное впечатление, потому что лошади здесь ни при чем. Это не их война, они здесь вообще ни при чем. То есть, их, и люди их приручили, да, люди их вырастили, и теперь, чтобы они не достались противнику, как ценное имущество, как трофеи, их убивают. Вот, то есть, поэтому, на самом деле, вот, скажем так, вот, наверное, действительно для усиления эмоций, да, потому что они ни при чем, ни при чем, ни при чем, что немцы напали на Советский Союз. И собака тоже ни при чем, что немцы напали на Советский Союз, что вот эта собака вместе с хозяином, они так вот вместе оказались в такой ужасной ситуации, да. То есть, это всегда, мне кажется, что у людей просто, это тоже какой-то, может, какой-то эмоциональный прием, да, чтобы усилить эмоциональное воздействие, чтобы показать страдания животных, да, которые, ну, они не могут повлиять, в общем-то, на ход событий, да, они просто там находятся, да, они являются фактически теми же самыми инструментами введения боевых действий для людей. Один из последних вопросов, которые мне хотелось бы, очень бы хотелось бы сегодня обсудить. Вот знаменитый приказ номер один об обороне Брестской Гребси. Если мне память не изменяет, 24 июня 1941 года. Вот в обществе, значит, разгорелась полемика. Кто был подлинным автором этого документа? Фомин, Кижеватых, Гаврилов, просто какой-нибудь неизвестный солдат, директива ли откуда-то с большой земли пришла, может быть, как там уже показано, кто-то на парашюте спустился, что всё... Это лётчик сбитый, спустился. Да, лётчик вручил, значит, кому-то из старших офицеров. Лётчик просто рассказал о том, что, извините, немцы уже в Минске, а немцы уже там 200 километров, 300 километров уже прошли на восток, то есть у вас шансов нет. Причём этот воздушный бой, он был, действительно, он имел место быть, но там, может быть, он показан с небольшими отклонениями, да, не так он происходил, но это было. Вот, ну, на самом деле, почему это приписывают Фомину? Потому что, в общем-то, как я понял, нашли этот приказ номер один как раз вот в руинах здания, которое сейчас является музеем обороны Брестской крепости. Тогда вот как раз там располагался гарнизон под командованием Фомина. Баир, а скажите, а что это вот настолько принципиально важный, настолько значимый вопрос, кто именно составил приказ номер один, что в тени вот этого обсуждения померли не только люди. У нас, к сожалению, это огромная проблема. Она у нас исторически, да, она не вот, вот сейчас вот появилась. У нас ровно то же самое было с Великой войной, ровно то же самое произошло с Гражданской. Сейчас мы это наблюдаем к огромнейшему сожалению с Великой Отечественной. Ну, просто, мне кажется, для многих людей всё-таки самоутверждение и попытка доказать свою правоту, она действительно тоже затмевает всё. И затмевает, в общем-то, какой-то здравый смысл, может быть, в дискуссиях. Почему приказ номер один так важен? Потому что это одно из немногих вообще. То есть, фактически, единственное письменное свидетельство об обороне Брестской крепости. Да, именно описывая защитникам. Всё остальное, это именно вот надписи, которые уже оставляли умирающие и погибающие люди. Ваира, что меняется от того, кто автор этого документа? Он от этого что, становится бездарным? Нет. Ненужным, вредным? Он от этого перестаёт быть исторической реликвией государства. Никоим образом. Откуда суть полемики идёт? Ну, опять же, мне кажется, это всё люди слишком большое внимание уделяют деталям. То есть, опять же, сейчас, когда появились немецкие документы, мы видим, что картина, которую нам написал Смирнов 40 лет назад, даже больше, она не такая. Но это не отменяет факта, что была крепость, была оборона, люди держались. И, опять же, это не меняет вот общей канвы. Люди держались, опять же, зная, что немцы уже в Минске, и зная, что у них нет шансов. И действительно, попав вот в эту боевую ситуацию со своими семьями, с жёнами, детьми, родителями и так далее. То есть, это не меняет человеческой трагедии, которая там разыгралась, и это не меняет вообще действительно героизма людей, которые там остались навсегда, погибли при обороне Брестской крепости. Не меняет. Я абсолютно с вами согласен. Здесь единственное, что она действительно не меняет. Она вдруг, вдруг за последние годы эта тенденция появилась, она стала подменять. Вот я, к сожалению, к огромному, да, вот круг замкнулся. Я вот с чего программу начал, я, к сожалению, в конце всё равно к тому же пришёл. Что у нас реальная история Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, она мало того, что неизвестна толком, абсолютно подавляющему большинству людей, иначе не было бы такой масштабной полемики по любому абсолютно вопросу. Вот вы там можете любую тему взять, и найдётся обязательно кто-то, кто с вами склестнётся. Здесь проблема в другом, что мы вдруг вот эти вот вновь полученные знания за последние 20 лет, мы их используем как некий такой, знаете, флаг над замком. Вот всё, что было тогда, как бы да, это огромная трагедия, это 27 миллионов человек, это неважно, вот теперь у нас знания есть, и вот теперь мы точно будем знать, как и что происходило. Вот отсюда вот вытекает все вот эти зоны. Кто написал приказ номер один, что там делали войска НКВД и прочее. Как говорил герой Чехова, доколе? Не, ну просто понимаете, мне кажется, во-первых, здесь действительно есть какая-то эйфория, потому что вот этот новый всплеск изучения истории Великой Отечественной войны, он всё-таки начался недавно, да, ну 20 лет назад, да, когда вот закончился советский период, маятник качался из одной стороны в другую, очернение прославления, очернение прославления, и он постоянно будет туда-сюда, да. Вот, но вы абсолютно правы, что очень многие ударяются именно в критику официальной советской историографии 60-х, 70-х, 80-х годов, не понимая ограничений, с которыми сталкивались исследователи в то время. И идеологические ограничения, политические, какие-то личностные ограничения, недоступность материалов противоположной стороны, всё что угодно. То есть, понимаете, конечно, очень легко, так сказать, критиковать предыдущих исследователей. Ну, задним умом-то мы все крепкие, естественно. Вот. Но действительно, вы правы, что сейчас, конечно, вот общая канва, то есть вот сам подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, он оказывается какими-то таким захлавленными какими-то деталями, да. Баир, мне остаётся только в самом конце сказать, что, может быть, те, кто слушает нас сегодня, те, кто смотрит трансляцию на нашем сайте ruvr.ru, может быть, задумается над тем, что мы говорили. Потому что рано или поздно всё равно этот процесс в обществе, он должен начаться. Не может это происходить бесконечно. Да, ну вот, чтобы закончить, я просто хотел бы сказать, что вот этим летом мы были с группой туристов из России, мы были в Брестской крепости. И вот в очень многих местах мы говорили, что здесь происходило. И есть вот версия Смирнова, да, есть немецкие документы. И гиды говорили, мы не знаем, мы не можем точно сказать, что происходило. И то же самое можно сказать обо всём в 41-м году, да. Мы не знаем, потому что никто уже не может рассказать. Был подвиг, а всё остальное место. Да, был подвиг, да. И действительно было сопротивление, и был подвиг, были огромные жертвы. Были, конечно, те, кто сдавался в плен. Да, это было. И несмотря на то, что Великая Отечественная война всегда вызывает очень и очень эмоциональную дискуссию, и, мне кажется, история Великой Отечественной войны излишне политизирована на данный момент, да. То есть, либо там кровавый Сталин, либо Сталин святой, да. А всё остальное как-то за этим, опять же, меркнет, да. Вот. Нужно, опять же, и о 41-м годе, и о катастрофах, которые постигали наши вооружённые силы, и о 45-м годе, о Берлине, о Кенигсберге, о других победах говорить объективно, да. Чтобы была ясная картина. То есть, даже описания объективного, спокойного у нас на данный момент такого вот общего нет. Когда это описание будет, тогда можно уже строить свои интерпретации. Баир, спасибо большое, что нашли время. Сегодня пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был российский военный историк Баир Иринчеев. И беседовали мы о Брестской крепости, о подвиге и о фильме продюсера Игоря Угольникова, совместный проект России и Белоруссии в рамках союзного государства. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествует его тень. Теория заблуждений Субтитры создавал DimaTorzok